МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках ремонта теплосетей пройдут гидравлические испытания. Самарцев просят соблюдать меры безопасности. 14 июня в Самаре пройдет распределение свободных мест в детские сады. Свои заявления можно проверить на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». Информация о свободных местах размещена на этом же сайте. 17 июня крылья советов начинают подготовку к новому сезону. 29 июня в Казани пройдет первый матч клуба в рамках летних сборов. Команда встретится с футбольным клубом «КамАЗ». Жители Самары в возрасте от 5 лет приглашают принять участие во всероссийском благотворительном конкурсе «Правильное поколение» по направлениям вокал, инструментальное исполнительство, хореография, театральное искусство. Конкурс проводится в дистанционном формате. Заявки принимаются до 23 июня. 7 июня в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ожидаются грозы, в дневные часы возможен ливень с градом, усиление ветра. Во избежание несчастных случаев рекомендуется не покидать помещение, не оставлять без присмотра детей, держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей. В Самарской области с начала года родилось больше мальчиков, чем девочек. 51% против 49%. Самые популярные имена для мальчиков – Артем, Александр, Михаил, Максим, Иван. Девочек чаще всего называли Ева, София, Анна, Виктория и Мария. Среди необычных имен – Добрыня, Енисей, Исаак, Ярамир, Анфиса, Магдалина, Марфа, Паулина и Святослава. В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум. Самарский регион представляет в Рио губернатора Вячеслав Федорищев. Подписали соглашение с инвестором по сборочному производству полуприцепов на территории региона. Обсудили проект под газификацией региона. Заключили соглашение в сфере здравоохранения с крупнейшей железнодорожной компанией. Обсудили создание в регионе портово-логистического хаба на Волге. Работа форума продолжается. В Госдуму внесли законопроект о критериях качества БАДов. Добавки не должны содержать опасные для здоровья вещества и продовольственное сырье с добавлением кормовых добавок или отдельных видов лекарственных средств. Теперь БАДы будут назначаться врачом при наличии показаний. Также за БАДами будет осуществляться контроль аналогичный лекарственным средствам. Почти у всех жителей страны сформировался иммунитет к коронавирусу. На данный момент в России 82 тысячи активных случаев инфекции. Из них 22 тысячи стационарных и 60 тысяч амбулаторных. Чаще всего вирус проходит в легкой форме. Однако у людей старшего возраста, особенно у тех, кто имеет хронические заболевания, все еще наблюдается тяжелая форма коронавируса. До 30 июня проходит регистрация участников Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Цель конкурса – найти перспективных управленцев и лидеров общественного мнения в сельских вопросах. В нем могут участвовать граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. Нужно зарегистрироваться на сайте и выполнить задания организаторов. С 2025 года российские студенты смогут получить диплом в электронном виде. При этом у них будет право выбора между цифровым вариантом и традиционным форматом. Эксперимент по использованию студенческих документов в электронном виде уже идет. Редактор субтитров А.Семкин